А вы бы вышли замуж за человека нехристианской религии? Ну, за католика, возможно. Вы бы смогли связать свою жизнь с человеком нехристианского вероисповедания? Ну, если, я же говорю, вообще, если человек любит, то он не будет тебя заставлять менять веру, он примет тебе такую, какую ты здесь. Если бы он наставил на том, что я должна поменять свою религию, и мне бы от этого было некомфортно, то, конечно, нет. Вряд ли. Вряд ли вышло по той же причине, что различия культур, различия в общении, это будет играть не только мне решающую роль, точно так же, как и ему. Когда у меня, например, с моей семьей будут какие-то отдельные темы, либо праздники, он этого не приемлет. То есть, вряд ли бы я изменила религию именно из-за того, что я здесь родилась и я к этому привыкла. Может, что-то у нас осталось? Угу. Это возможно, конечно, возможно. Ну, это будет, конечно, много разногласий, я думаю, но, тем не менее, да, это возможно. Я бы подумала. Ну, если бы он принял мою веру, то, а я его, тогда да. А если он не будет заставлять меня отрекаться от своей веры? Да, могла бы. В целом, ну, в принципе, да, я думаю, в этом нет ничего такого страшного. Ну, 50 на 50, возможно, бы вышло. Но раньше думала, что вышло бы точно. Сейчас я думаю, что скорее нет. Да. Ну, за католиков, возможно. Я сама не очень верующая. Но если бы он был мастер-маниным, у них жесткие правила, мне это не очень нравится. Да. Да, мне бы было сложно, потому что я христианка, и мне это очень важно. Ну, наверное, нет. Потому что было бы на этой почве очень много спорных моментов. Да. Ну, пожалуй, если бы он не настаивал на смене моей религии, то да. Да. Об этом нужно подумать глубже, и посмотреть глубже на его религию, и то, как он относится, будет относиться ко мне. Хорошо. Никогда. Нет, вообще. Да. Я же говорю, я не настолько религиозна, чтобы менять религию свою, так как я не хожу каждое воскресенье в церковь, я не соблюдаю все обучения согласно Библии, я не смогу так же отвечать тем же канонам, которые предоставлены в другой религии. Это сложно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!